За долгие годы существования лагерь значительно разросся. Сегодня участие в нем принимают студенты и молодые ученые со всей России, Белоруссии, Украины, Армении, Приднестровья, Казахстана и Абхазии. Один из неотъемлемых элементов форума «Патриотизм и Содружество». Да и сам Конгресс посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Организатором проекта выступает администрация Курской области. Здесь уже сейчас настоящие исследователи, люди, у которых есть уже в опыте их жизни, их учебы, свои открытия, исследования. Это лауреаты премии президента, лауреаты премии губернатора Курской области, других территорий. Они привезли свои проекты и доклады, связанные, я бы так сказала коротко, с проблемой инновационного развития в отраслях различных. На первом месте в лагере, конечно же, наука, но и отдыхать участникам тоже дают. На форуме ребята могут завести знакомство с интересными людьми и профессионалами своего дела. Сегодня с ребятами встретился режиссер Роман Газенко, который представил один из своих фильмов. Я увидел поколение, которое будет в будущем нашей страны. За это будущее я спокоен. Я вижу, как здесь все организуется, а самое главное, с каким смыслом и зачем. Я обычно избегаю высоких слов, но это для меня очень серьезный урок, урок оптимизма. Сама же защита проектов – очень важная часть для каждого участника лагеря «Славянское Содружиество». Тут их не только выслушат и оценят, но и даже помогут воплотить идеи в жизнь. Особенностью этого форума на сегодняшний год является практическая направленность исследований. Мне было бы интересно узнать, как другие люди внедряют в свои научные разработки практическую деятельность. Надеюсь, что в будущем, сейчас познакомлюсь с опытом внедрения, мне тоже удастся свои разработки научные, воплотить в жизнь. Не обходятся на форуме и без концертов. Участники творческих коллективов каждый вечер устраивают для своих коллег разнообразные выступления. Молодые таланты пробудут в Сочи до 15 июня. Игорь Кырпа, Борис Осинь, телекомпания ФКТ. Игорь Кырпа, Борис Осинь.